Дорогая церковь И по старой доброй традиции мы собрались в этом зале, чтобы отпраздновать этот замечательный праздник Церковь, давайте же поздравим друг друга Это наш праздник Мы празднуем здесь дело наше, наш труд, наше посвящение, наши молитвы Поздравьте, скажите что-то приятное друг другу Дорогие наши, это наш праздник Это наш праздник Это наш праздник Это удивительное время, когда Бог посещает каждого из нас Время, когда мы подводим итоги Когда мы благодарные сердца можем в хвале и прославлении проявить здесь Это время удивительных свидетельств Это невозможно пропустить Это невозможно пропустить Правда, церковь? Правда Давайте мы все вместе скажем, это невозможно пропустить Это невозможно пропустить И, конечно же, я хотела бы поприветствовать в этом зале Божье присутствие нашего Господа И давайте мы воздадим Его огромную славу Потому что Он достоин Аллилуйя Давайте устроим шум для Господа Аллилуйя Аллилуйя Друзья, давайте также поприветствуем нашего дорогого пастора Нашего духовного отца, друга, нашего наставника Сандея Аделаджа Я верю, что Он слышит наши аплодисменты Давайте еще громче воздадим славу за Него Мы благодарны Богу за то, что Он поместил такого замечательного, удивительного человека в нашу страну И, конечно, рядом с ним удивительная, очаровательная, прекрасная принцесса посольства Божьего Пастор Босе Аделаджа И я верю, что каждый из вас заметил, что в посольстве Божьем очень много красивых, замечательных принцесс Это все пример пастора Босе Я хочу сказать, что наш дом, наша церковь, она гостеприимна И наш дом огромный В нем много гостей И в этот вечер с нами люди из разных стран мира Более 20 И я хотела бы от всего сердца поприветствовать каждого Чтобы мы чувствовали, что мы одна семья К нам приехали из Эстонии Давайте будем приветствовать наших гостей, наших друзей К нам приехали из Латвии К нам приехали из Швеции К нам приехали из Новой Зеландии К нам приехали из Казахстана и Молдовы К нам приехали из Норвегии, США К нам приехали из Кыргызстана Из Канады Из Чехии А сейчас пришло удивительное время Когда мы сможем что-то сделать Конечно, никто нас не удержит уже Чтобы мы не могли воздать славу нашему Господу Каждый из нас Наши судьбы стали уникальными Потому что Бог пришел в нашу жизнь И я думаю, что сейчас именно то время, чтобы воздать Ему всю славу Дорогая церковь, вы, наверное, догадались, что сейчас пришло время прославить Бога Давайте мы все вместе соединимся И пускай весь Киев услышит, что посольство Божье празднует свою 18-ю годовщину Благословенного Царства Божьего для всех народов Посольство Божье Добрый вечер! Добрый вечер! Аминь! Поздайте Ему огромную славу! И давайте приготовим наши сердца Для того, чтобы славить Его Самого великого Самого могучего Царя Всех царей! Аминь! И давайте скажем Душе нашей Душа моя, хвали Бога! Аплодисменты Господу! Руки выше! Выше! Аллилуйя! Буду петь Ему, величать Его Он рассеял звук Ну и что с Тобой? Что я был в тебе, но теперь я в руках его Я был слеп вчера, он открыл глаза В сердце море любви, хоть дрожит слеза Солнце вышло из туч, безвозданно прошла гроза Я был так одинок, но теперь с тобой Я без страха пройду ураган любой Я в руках твоих, но ты красный Господь дорогой Валиду Шамая Валиду Шамая Валиду Шамая Валиду Шамая Валиду Шамая Господа Валиду Шамая Валиду Шамая Валиду Шамая Моли, душа моя, Господа Он простил мой грех, исцелил меня Вместо плача смех, вместо рубеж броня Среди луна, зимы, зажигает он пламя огня Через смерть твою, через смерть твою Я спасен на век, я не пленю греха Я другой человек, через кровь твою Мое сердце белее, чем снег Я буду петь ему, я буду петь ему Перечать его, знаю, с этой земли Не возьму ничего, скоро время придет Встречу с ним и сам славствие его Моли, душа моя, воли, душа моя 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 Господа Послушайте сейчас внимательно Не важно, через что вы сегодня проходите в своей жизни И совершенно не важно, что дьявол пытается вам рассказать сегодня Ну, значит, с Иисусом это было Ну, значит, что он ему ответил Эй, ты, сатана, пошел вон Потому что написано Господу Богу твоему поклоняйся И ему одному ждут Служи И ему одному ждут Служи Давайте споем это вместе сейчас Господу Богу твоему поклоняйся Господу Богу твоему поклоняйся И Ему слушай. Аллилуйя! Вы знаете, церковь, именно здесь выход из наших проблем. Именно здесь наше спасение. Аминь. Кто рад, что находится в доме, Боже, поднимите свою руку. Оставляю мою печаль. Оставляю мой пазок. Я меняю их на радость, Господи. Отвергаю мою болезнь. Отвергаю мою болезнь. Отвергаю всякую боль. Я меняю их на радость, Господи. И мы говорим тебе, Дай-су, руку-руку. Дай-су, да-су, да-су. Дай-су, да-су, да-су. Дай-су, да-су, 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 да-су. Аминь. Да, 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 да. Дай-су, да-су, 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 Да Иисус, да Иисус, да Иисус Оставляю мою печаль, оставляю мой позор Я меняю их на радость, Господи Отвергни сейчас твою болезнь Отвергаю мою болезнь, отвергаю всю любовь Я меняю их на радость, Господи И все вместе говорим, да Иисус Да Иисус, да Иисус, да Иисус Руки, руки! Да Иисус, да Иисус, да Иисус Ошибок церковь! Да Иисус, да Иисус, да Иисус Да Иисус, да Иисус, да Иисус Да Иисус, да Иисус, да Иисус А сейчас послушайте внимательно Бывают проблемы, но я не разрушен Ведь Бог, мол, стоит за меня Я благословлен среди гонений Радость, Господи, сила моя И если ночью приходит печаль То утром будет рада Аллилуйя! И столь на месте славимо! И у меня говорим, да Иисус! Руку в руку! Да Иисус, да Иисус, да Иисус 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 А теперь поем со мной! Бывают проблемы! Бывают проблемы, но я не разрушен И если ночью приходит печаль, то утром будет рада. И если ночью приходит печаль, то утром будет печаль, то утром будет печаль и печаль. Еще разок yes no! Yes no! Yes no! А теперь только соль моё да Иисус! Я вас хочу услышать! Да Иисус, да Иисус, да Иисус! Да Иисус, да Иисус, да Иисус! Еще разочек! Все вместе дальше! Дайсус, дайсус, дайсус! Дайсус, дайсус, дайсус! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Невозможно не танцевать Твое присутствие, Иисус! Аллилуйя! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Ты поднял жизнь мою век На своих руках И в словах и в сердце моем Тебе звучит хвала Обрати Печаль мою ты в танцы 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 Печаль мою ты в танце Печаль мою ты в танцы Аминь. В последний раз тут барабаны поём! Радость мою грусть! Обратил! Обратил! Печаль мою ты в танцы! Обратил! В радость мою грусть! Обратил! Печаль мою ты в танцы! Обратил! В радость мою грусть! А теперь поёте только вы! Обратил! Печаль мою ты в танцы! Вау! Печаль мою грусть! Господь, слава тебе! Обратил! Печаль мою ты в танцы! Аллилуйя! Обратил! Печаль мою ты в танцы! И последний раз поём все вместе! Галим! Обратил! Ты в танцы! Опратил! Печаль мою ты в танцы! В радость мою грусть! Обратил! Ври! Сörper... Господь! Господь, дал ему славу! Аллилуйя! Иисус! Иисус! Ты есть мой спаситель, ты моя зима, ты всё для меня, Иисус! Сила моя в тебе, Господь, Сила моя в тебе, Господь, Ты исцеляешь мою плоть, Ты всемогущий Бог. Где бы я ни был, Ты со мной, Слышу повсюду голос Твой, Тебе здесь сущий Бог. Подними к нему свои руки, спой! Сила моя в Тебе, Господь, Ты исцеляешь мою плоть, Ты всемогущий Бог. Где бы я ни был, Ты со мной, Слышу повсюду голос Твой, Тебе здесь сущий Бог. Иисус, Иисус, Огнет Божий, Достоин имени Своего. 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 Вся мой позор, мой грех накрест, Вся мой позор, мой грех накрест, Благослову имя Твое, Ты дам меня все. Я упал вниз, Ты поднял век, Жаждал я, Ты мне дал воды, Ты дам меня все. Вся мой позор, взял мой позор. Дорогие братья и сестры, давайте закроем свои глаза. И пускай никто нам не мешает поклоняться им. Общайтесь сейчас с ним, говорите, как вы любите его, как вы благодарны за жертву, которую он, которую он отдал за нас. Истуды судьбы благодарим тебя Господь. спасибо за то что ты поднимаешь а а а поднимаем свои руки к тебе и и и а а а а да а и а а Иисус, Отец Божий, достоин имени Своего. Иисус, Братья и сестры, не молчите, Благодарите Его сейчас на данность. Вы знаете, у нас есть за что благодарить, У нас есть такая большая семья, нам есть за что Его благодарить. Аминь. Хвала Тебе, Господь, Божья слава Тебе за все, Иисус, За то, что Ты верный Бог, Ты никогда не подведешь Богу. Иисус, Огнец Божий, достоин имени Своего. Иисус, Огнец Божий, достоин имени Своего. Иисус, Иисус. Огнец Божий, достоин имени Своего. Иисус, Иисус. Огнец Божий, достоин имени Своего. Иисус, Огнец Божий, достоин имени Своего. Иисус, Огнец Божий, достоин имени Своего. Иисус, Огнец Божий, достоин имени Своего. Ты Господь этой Церкви. Ты Главан Нашего Дома. Ты достоин всей славы. Мы поклоняемся Тебе за все годы, которые Ты был с нами. Ты доказал Свою верность. мы славим тебя церковь он достоин давайте будем поднимать к нему свои руки будем поклоняться ему иисус иисус ты самая большая наша ценность мы дорожим тобой мы славим тебя ты достоин ты достоин ты достоин церковь он достоин чтобы сейчас мы прославили его нашими аплодисментами нашими овациями давайте не будем жалеть себя ради него давайте восклицать ему громогласно аллилуйя он достоин он достоин давайте восклицать иисус тебе вся слава тебе вся честь верный наш пастор слава 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 тебе господь церковь слава богу еще раз давайте восклицем господу дорогая церковь с праздником с днем рождения давайте мы еще раз поаплодируем господу аллилуйя аллилуйя он прекрасный и вы знаете день рождения это удивительный праздник несмотря на расстояние мы собираемся в этом доме чтобы разделить радость чтобы разделить даже горести но в горестях есть победы кризисах есть победы и мне очень хочется сейчас на эту сцену пригласить людей со свидетельствами и я хочу просить вас готовьте свое сердце кто ждет подарков готовьтесь и присаживайтесь и присаживайтесь и присаживайтесь дорогие кто пришел свидетельствовать присоединяйтесь пожалуйста здравствуйте дорогая церковь меня зовут валерий я вышел на эту сцену чтобы засвидетельствовать о славе божьей своей жизни я бывший наркозависимый 12 лет употреблял наркотики трижды я сидел в тюрьме и когда последний раз я сидел я заболел туберкулезом я был очень болен и страдал и в моей жизни было все плохо я уже никому не был нужен вот но в мою жизнь пришел бог я пришел на реабилитационный центр начал служить богу и четыре с половиной года я болел туберкулезом и эта болезнь она ну я не мог ее вылечить никак я постоянно лечился я постоянно принимал уколы я служил на реабилитационном центре я все равно моя жизнь начиналась с утра с молитвы потом укол потом куча жмения таблеток и потом я начинал уже там вести шаги и молиться с ребятами то есть я постоянно постоянно пребывал в этом ну в болезненном состоянии и в моей жизни произошло чудо бог показал мне мою будущую жену и когда я пришел с ней разговаривать ну она мне говорит что ты ходишь вокруг что ты это самое я говорю ну мне бог показал что ты будешь моей женой а она мне говорит мне бог сказал что мой муж будет здоровым человеком вот на тот период я еще болел туберкулезом и еще принимал таблетки ровно через один месяц я пошел сдавать анализы и анализы показали что все чисто анализы показали что я здоров и спустя вот уже полтора года я здоров я уже женился вот мое колечко у нас прекрасная семья у меня прекрасная жена я ее очень люблю вот мы проходили все школы мы сделали все что нужно мы сделали все правильно и мы благословлены в моей жизни есть исцеление но это не все о чем можно говорить можно говорить о многом потому что я на самом деле служитель бога я служу в реабилитации с ребятами я также являюсь генеральным директором товариства Киев Инбуд президент благодейного фонда життя за рады людей секретарь комитету ЖКХ при Киевской и Минской администрации Громадской Рады и много 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 еще говорить можно о славе Божьей вот но бог именно бог делает великие дела и вот вышла со мной пастырь она подтвердит мои слова что это не просто слова это действительно так и это действительно бог сделал моей жизни меня зовут Кристина и я являюсь руководителем Валерия на самом деле то есть я помню когда он пришел я помню когда он сражался с этой болезнью и на самом деле что ему помогло победить вообще этот диагноз это служение не в зависимости ни от чего он тогда находился в центре реабилитации в Винницкой области он служил действительно принимал таблетки молился вот доверял Богу и Бог действительно явил большое чудо поэтому давайте воздадим славу Богу аминь такое свидетельство достойно ваших аплодисментов Господу Добрый вечер дорогая церковь с днем рождения вас у нас свидетель меня зовут Сергей это моя жена Надежда это мой сын Мирослав у нас свидетельство Божьей славы немножко предыстории три года назад ну когда был кризис мы взяли кредит под квартиру и деньги вернее и вложили и потеряли их и в тот момент был тяжелый период то есть но Бог дал нам правильно отреагировать на это и мы как бы начали писать первую лидерскую посетили пастор проповедовал о кризисе то есть потом мы попали на группы пасторя СНД и знаете на одном из на одной из домашних групп было учение о возможностях и знаете буквально не замедлило буквально через полтора месяца у нас появилась возможность взять новую квартиру в рассрочку то есть под выплату на этапе строительства знаете как бы мы сразу приняли решение это буквально было там ну месяц как раз слово живое и мы как бы приняли сразу решение значит и буквально ну как бы мы рассчитывали на определенную сумму денег и так получилось что то как мы подписали договор мы сразу узнаем через две недели что моя жена беременна и за счет того что у нее тяжелая беременность была ей пришлось уволиться с работы то есть как бы мы ну просто оказались в таком уповании на Бога да и прошлый год был Богом Божьего ну годом Божьего посвящения и вы знаете Бог нас реально посетил в конце года у нас родился 30 октября здоровый сын вот он слава Богу в конце года мы выплатили квартиру доплатили полностью уже заселились уже сделали ремонт и уже там живем поэтому слава Господу благодарим небольшое уточнение я тоже бывший наркоман но потреблял наркотики на протяжении пяти лет и знаете для меня была Божьей славой когда вот ну природился ребенок абсолютно здоровый ну абсолютно без всяких там патологий всего остального спасибо добрый вечер церковь с днем рождения меня зовут Емельянова Анна я пришла в церковь с проблемой с двадцатилетней зависимостью от алкоголя моего мужа из-за этого у нас рушилась семья из-за этого между нами были очень плохие отношения у меня были постоянные приступы депрессии я не спала ночами от безысходности потому что ну я не верила в то что в моей жизни что-то может измениться у меня не было в тридцать с лишним лет у меня не было ни профессии у меня не было образования у меня не было денег у меня не было возможности поднять детей и ну ну не было просто вообще у меня не было будущего ни у меня ни у моей семьи но в нашу жизнь пришел Бог знаете что Бог сделал бог дал свободу моему мужу вы сдайте славу богу он теперь не просто свободный человек человек от которого отказались все на котором поставили крест даже самые близкие сегодня руководитель центра в реабилитации сегодня свободный слава тебе успешный сегодня служить и воздайте славу богу это чудо сегодня если у меня не было образования тут сейчас я учусь в университете причем учусь на бюджете если у меня не было денег не было профессии то сегодня бог дал нам бизнес если я раньше не спала по ночам то теперь я сплю спокойно у меня есть мир в сердце у меня есть радость это невероятно у меня есть будущее и знаете я знаю что все это мне все что у меня сейчас есть мне дал бог все что у меня сейчас есть это благодаря пастырю сандею все что у меня сейчас есть это благодаря прежде всего моему пастырю пастырю роману трохину который стоит рядом и который для нас действительно является примером христианства примером во всех отношениях Пастор, я вам очень благодарна и от себя лично, и от нашей семьи. Да, действительно, братья и сестры, Бог велик, Бог чудесен. Когда Аня со своим мужем Иваном пришли в церковь, это была разбитая семья. Муж пил, и это боль для женщины, когда муж спивается. Но Бог великий, Он восстановил эту семью, явил славу. И все, что Аня сегодня говорила, она еще поскромничала, потому что очень много чудес, великих чудес и Божьей славы явлено на жизни этих замечательных людей. Вас дайте Богу славу. Аллилуйя. Большое спасибо. Огромное спасибо за ваши свидетельства. Аллилуйя. А сейчас интересное время. С нами друзья Игнас пришли сегодня поздравить. А кто нас сегодня пришел поздравить? Я хочу предоставить слово и ожидаю, что вы будете радушно приветствовать наших друзей и гостей, пастора Дала Алфансо из США. Давайте поприветствуем. Добро пожаловать. Аллилуйя. 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 И особенно церкви, которые под влиянием посольства Божьего. Как вы знаете очень хорошо. Америка is a nation that is founded on godly principles. Что Америка основана, это нация, которая основана на божьих принципах. И как мы слышали утром. И как мы слышали утром. Это нация, это чудесная нация. Но недавно, до недавних пор. Мы видим, как большая нация, она просто идет вниз по нисходящей лестнице. И while all this was going on, the church, the body of Christ, was huddled together inside the church buildings. И все церкви, они остаются и они собираются только внутри церкви и не выходят за стены церкви. Pretending that everything was okay. Worshipping God as if everything was alright. But God in his infinite mercy opened the eyes of a man to see the decadence that was coming to our nation. While we all were busy building our churches, prayer and everything that represented God was taken away from every sphere of influence. Вы знаете, что молитва и все, что представляет настоящее Царство Божие, оно уходит из церквей, уходит из нашей нации. To a point where we're not even allowed to pray in public. To a point where we can't even pray freely in public. Даже до тех пор доходит, что мы не можем уже молиться свободно, как это было раньше. In 2008, И в 2008 году Pastor Sunday Birth of Vision Он принес это видение called Church Shift. И оно называется Реформация. The book Church Shift was launched in Atlanta. Вы знаете, что книга Реформация на английском Church Shift, она была, публикация ее была в Атланте, презентация в Атланте. And hundreds of churches and leaders gathered in Atlanta. И в Атланте в то время сотни лидеров церквей по всей Соединенным Штатам они собрались, чтобы быть на презентации этой книги. Because as Pastor Sunday often told us, И когда Pastor Sunday сказал нам, As America goes, Куда идет Америка, So goes the rest of the world. Весь мир туда же идет. And yet, we're not surprised that it was immediately after this happened that this persecution began. начались преследования и гонения на нашу церковь. We understand clearly without a shadow of a doubt. We understand clearly without a shadow of a doubt. Вы знаете, что без всякого сомнения мы четко понимаем that what this church is going through today that what this church is going through today is not just about you. It's not just about you. It's about the destiny of nations. It's about the destiny of nations. Including America. What you are going through today is a price that a local church needs to pay. Because you are the model of the 21st century church. So we come here to say thank you so much for your many sacrifices. Thank you so much for the seed that you've sown into our nation. America will never be the same. Pastor Sunday. We want to let you know, sir. We want to let you know that it doesn't matter what happens in the Ukraine. You have sons that will not let you down. You have sons that will not let you down. It is too late for the devil to keep having our children and our sphere of influence. You may not be in America today. You may not be in America today. But there are hundreds of sons that you have raised. And I stand here as one of them. And I say thank you, sir. Thank you very much. I joined Pastor Dala in greeting you all for a very wonderful event your 18th anniversary. I've been born again for almost 30 years. But I have never seen people who love the Lord like you. Yesterday I was in tears. I was in tears. Because I saw young people. I saw young people. I saw old people. I saw children dancing in front here because they love the Lord. Yesterday I understood how David could dance until his clothes fell off. until his clothes fell off. Yesterday I saw it was possible for your clothes to fall off. For your clothes to fall off. While you are dancing what you have in this church is precious. It's so precious. Guard it. And just don't let anything corrupt it. You have a love from the heart for the Lord Jesus Christ. We don't have it in America. But we're taking it back to America. But we're taking it back to America. We're taking it back to America. I want to thank God for Pastor Sandy. This morning Pastor Bosse stood here and said the military asked for him. and I couldn't concentrate because my mind was thinking what is happening to Pastor Sandy. And he walked in and he continued like nothing happened. And I said what kind of man is this? That the military will ask for you and you're not shaken. You need to look after your pastor. He doesn't worry. He came and he continues as if there was You need to encourage your pastor. You need to support him. You need to hold his hand. It is not easy. It is not easy. But God has given him strength. And God will continue to give him strength. It's too late for the devil. If they couldn't take him by now It means they can't take him. It's too late for the enemy. It's too late for the enemy. It's too late for the enemy. I want to thank God for his life. Two years ago I went through a shaking and he spoke to me for one hour. And he spoke to me for one hour. because he understood pain. What he is going through is not only for you. It's for all of us. It's for all of us. You can't comfort people unless you have been comforted. And God is raising him up to be a general in the ministry of comfort. And so tonight we salute you for the privilege of having a leader like this. If you don't appreciate him we will take him to America. If you don't look after him we will take him to America. Do you want us to take him to America? Do you want us to take him to America? Thank you very much. God bless you. Let's welcome to the pastor Natasha and the team from Germany. Let's be more 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 way more do you let's where you go go АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это вся страна. И именно этому мы учимся у пастора Сандея и учимся также на домашних группах, которые мы проводим в Германии с пастором Тепе. И сейчас они кратко отчитаются, чтобы вы видели. Знаете, я тоже как мама люблю их ставить вот так вот на стульчики, чтобы они проявляли славу Божию, чтобы все их видели, чтобы все могли полюбоваться ими. И особенно они счастливы, я вместе с ними, когда они стоят перед нашим любимым духовным отцом, пастором Сандеем и пастором Боси. Поэтому я предоставляю слово пастору Вере. Вера, наверное, веди, да? Возьми второй микрофон или как? Надо еще один микрофон нам дать. Еще один микрофон, пожалуйста. Спасибо. Слава Богу. Добрый вечер, дорогая церковь. Мы поздравляем нас с 18-летием, с совершеннолетием. И мы хотели бы сейчас в этой небольшой презентации рассказать вам, что сделано Богом и нашими пасторами за эти шесть небольших лет. Вы знаете, это маленькая часть, но я считаю, что столько такую делегацию привозить, это уже само по себе показатель, потому что вы знаете, там, где пастор Наташа, там единство, там работа, там идет движение. И поэтому я сейчас предоставляю слово для того, чтобы презентовать работу в сфере культуры, образования и спорта. Нет, ты сначала по статистике отчитай, или ты потом будешь читать. Я хочу сказать, пастор Сандей, нас бы приехало намного больше, но дело в том, что в стране кризис, и одна авиакомпания обанкротилась. Поэтому нас приехало порядком в два раза меньше. Добрый вечер, дорогая церковь. Мы поздравляем всех нас с совершеннолетием нашей церкви. Мы представляем Германию. И мы хотим сегодня показать, что может сделать всего лишь один человек, который откликнулся на вопрос Бога. Кого мне послать, кто пойдет для нас? Благодаря новому учению посольства Божьего, которые принесли пастырь Наталья Потопаева и пастырь Топы в Германию и Европу, наши церкви стали актуальными. А это значит, церкви, которые постоянно развиваются, приносят добропорядочность, благоразумие и здоровье обществу. Они научили нас страстно любить Бога, следовать за Ним, исполнять Божьи поручения, а также любить людей, не сбиться с правильного курса, достигать цели. Поэтому мы смогли выйти из стен наших церквей, пойти в мир, чтобы нести туда Божью культуру и порядок. Меня зовут Наталья Заяц, я пастырь в Церкви Посольства Божьего в городе Эльмсформе. Я являюсь основателем и руководителем культурно-образовательного центра в городе Эльмсформе. Я представляю проделанную работу в сфере культура, образования, спорт в Германии. Вы такие молодцы. Прямо как армия. Армия, порядок, щеткость. Ну, паста Наташа, ваш пушек видит. За 2011 год через культурно-образовательную сферу, клубную деятельность и спорт было оказано влияние на более чем 300 тысяч человек. Через акции, школы, спортивные мероприятия, концерты и выставки мы работаем над изменением генофонда страны. Для этого были открыты в сфере образования два культурно-образовательных центра, в котором обучается более 100 детей и оказано влияние более чем на 400 родителей. Культура. Открыты пять детско-подростковых театров в пяти городах Германии. Оказано влияние более чем на 2000 человек. Спорт. Футбольный клуб «Алекс Эмсхорн», в котором находятся футболисты из разных стран мира. В нем ведется работа по профилактике наркомании и алкоголизма среди молодежи. За время существования команды завоевано более 25 призовых кубков и оказано влияние на более 1000 человек. Недавно создана группа по самообороне при культурно-образовательном центре, тренером которой является двукратный чемпион Германии по боксу в легкой весовой категории, а также он стал лучшим боксером в Германии в 2011 году. А как его зовут? Ну, он армянин, но родом, кстати, из Украины. У него хатчик имя, да, и он недавно к нам пришел в наш центр. И сейчас оказывает влияние на детей, на подростков, молодежь. Он показывает, что можно, да, без наркотиков, без алкоголя, да, то есть, что есть здоровый образ жизни. И его удостоили такой награды в 2011 году и напечатали в центральных газетах Германии. Класс. Члены церквей посольства Божьего в Германии вошли в два общественных совета в городе Эльсформе. Совет по делам детей, молодежи, школы, спорта и городской совет по общественным организациям. А также ведется активное сотрудничество с администрацией городов и другими социальными организациями. С участием всех наших общественных организаций, организаций ФАР, цель которой является сохранение института семьи и представителей власти, сейчас проводится в Германии акция протеста против раннего сексуального обучения детей в детских садах и школах через сбор подписей, через формирование общественного мнения в СМИ. Собрано уже более 5000 подписей. Следующий. А сейчас мы хотим представить работу с коренным населением, которое ведут ребята, окончившие реабилитационный центр. Добрый вечер, дорогая церковь. Меня зовут Евгений, я хотел нас поздравить с 18-летием. И я хочу вкратце рассказать о себе. В прошлом я был наркоманом. Я 10 лет употреблял наркотики. И 5 лет сидел в тюрьме. И в моей жизни уже пришел такой пункт. И я уже не видел выхода. И я не видел выхода. И из 10 лет зависимости я 9 лет искал выход. И не находил его. И когда Паста Наталья приехала в Германию. И когда Паста Наталья приехала в Германию. И я услышала ее результаты. Меня это задело и впечатлило. И тогда я сразу собрал вещи и поехал в реабилитационный центр. И сейчас я уже 6 лет дрова, не плачу, не плачу, не плачу и не плачу, не плачу. На сегодняшний день я 6 лет не употребляю наркотики и веду здоровый образ жизни. И я сейчас хочу вам представить работу с коренными немцами. В 2011 году в 2011 году мы провели 11 мероприятия. В нашем Verein были 2 клубы. В нашей общественной организации возникли 2 клубы, в которых мы достигли 543 человека. Из этих 28 активистов мы встретились на интернациональном празднике, мы встретились с мэром нашего района и показали себя. И мы имели влияние на 300 человек. Из этого клуба вытек еще один клуб, который называется «Гемансам Frühстücken», который называется «Завтракаем вместе». В этом клубе мы уже систематически работаем с 50 людьми, которые проходят у нас программу АБЦ, «Первый шаг из Иисуса». В общей сложности о нашей работе узнало уже 12 тысяч человек. Спасибо большое. Это он говорил, у нас на базе салона массажных кроватей возникла немецкая церковь. И вот эта немецкая церковь делилась своими результатами. Добрый вечер, дорогая церковь. Я хочу, чтобы мы благоговенно слышали то, что происходит. За 6 лет, 6 лет это один строк, абсолютно, 6 лет. 6 лет можно только раскачать, команду первую создать. И за 6 лет не только создать церковь в такой численности, это уже что-то, но не только церковь, но вот все разные города Германии, и столько делегаций только приехать, и столько влияния и работы. Что такое счастье? Весь мир спасется. Спасибо, пастор. Добрый вечер, дорогая церковь. Меня зовут Алла Хумбург, и я являюсь руководителем женского движения в Германии. при Европейском Центре Успех. Наше движение призвано решать проблемы женщин, таких как низкая самооценка женщин, депрессии, разводы, гражданские браки. Мы зарегистрировали себя в общественной организации объединения групп взаимопомощи, где открыли клуб-кафе «Ключи женского счастья». Сейчас это уже клубные движения в Германии. Через эту деятельность в общей сложности мы дотронулись до 800 женщин. Также было проведено за это время шесть акций во многих городах Германии, через которые мы повлияли на 140 тысяч человек. Так же, как инструмент привлечения людей с миру, мы уже провели три мини-женских ретрита и посетило 120 женщин, как верующих, так и неверующих. Но это еще не все. Одна из наших организаций представляла свою работу в Бельгии в Европейском парламенте на третьем форуме деловых женщин. Тем самым мы повлияли более чем на 150 человек. Я хотела бы обратиться к церкви. Пожалуйста, я понимаю, что вы все возбуждены, репцентр, но прекратите там хождение, ладно? Успокойтесь, потому что они теряются, они смотрят на вас и кажется им, что они плохо говорят, и поэтому вы их невнимательно слушаете. Группа порядка. Смотрите там в конце, чтобы не было никакого хождения. Хорошо? Здравствуйте, дорогая церковь. Я хочу поздравить нас всех с праздником. Аллилуйя! Я хочу отчитать... Меня зовут пастор Владимир. Я хочу отчитаться за 6 лет про... за 6 лет работы реабилитационного центра. За 6 лет к нам обратилось 360 человек из 10 европейских стран и Америки. 120 из них получили полное освобождение. 6 месяцев тому назад мы еще открыли еще один реабилитационный центр в городе Берлине. 120 из них закончили успешную реабилитацию. Из числа реабилитантов поднялось 2 пастора. 5 из них готовятся на рукоположение. 22 служителя поднялись. 2 вступили в партию, хотят заниматься политикой. 3 человека... В ведущую партию страны, да? Да. 3 человека поступили учиться в высшие заведения Германии. И вся слава Богу! Вся слава Богу! Расскажи о себе, кто ты... Я уже представился. Меня зовут пастор Владимир. В бывшем я 11 лет находился на кончистической зависимости. Моя жизнь была полностью разбита. Я обращался в стране Германии во всех сферах, где предлагают помощь от наркотической зависимости. Ну, а... Они предложили мне метадон. Я находился 8 лет в метадонной зависимости. Это ужасно. Который я страдал. Я обращался во все сферы курса лечения. И я нигде не мог получить освобождение. Но однажды я просто случайно услыхал, что приехала женщина и открыла церковь в городе Кассели. И там получают освобождение накоманы. Я как переступил порог этой церкви. Я очень благодарен пастору Сандею за те учения, которые мы получаем от вас, пастори. Спасибо большое. Я очень благодарен вам, церковь, за пастору Наташу, что вы ее отпустили. Потому что действительно Германия страдает, Германия просто утопает в этих наркотиках. И благодаря тому прекрасному человеку, пастору, я очень благодарен вам. Я вас сильно люблю, ценю. Благодаря ей я получил освобождение. Мой брат получил освобождение. Моя семья восстановилась. Это вся слава Богу. Я люблю вас, церковь. Поздравляю вас. Спасибо большое. Спасибо, Володя. Здравствуйте, дорогая церковь. С праздником вас. Меня зовут пастор Яков. Я являюсь пастором города Витлиха. Я сегодня буду представлять вам движение «Золотая осень». «Золотая осень» говорит сама о себе, правда? Ты скажи, когда ты открылся? С пожилыми людьми. Я буду говорить о сегодняшнем, о 2011 году, что мы сделали за 2011 год. Ты скажи же, кто ты, Витлих, сколько лет ты уже пастор, когда открылась церковь? Хорошо. Наша церковь уже 5 лет. И я и моя жена, мы являемся пасторами этой церкви. Это небольшой город, но очень красивый город. И это очень приятное место, где можно жить и служить Богу. И на сегодняшний день мы вошли уже в 22 домов престарелых. Мы работаем в нескольких направлениях. Это мы входим в дома престарелые. Мы работаем через клубы, через акции и через организации. И за 2011 год мы привели к покаянию к Богу 4,5 тысячи людей. Входя в дома престарелые, мы стараемся все поставить на систему. И некоторые дома престарелых мы посещаем каждодневно. В этих домах ведется каждодневная работа с людьми. И мы молимся, учим их молиться, мы учим их познавать Бога. Потому что это люди, которые завтра уже войдут в вечность. И одна из наших, или несколько из наших домов престарелых мы назвали церквями «Путь в небо». И вся слава Богу. Спасибо, дорогие. Спасибо, Яков. Здравствуйте, церковь. Меня зовут Виталий. Я буду вам представлять работу с молодежью в Германии. С социальной работы церкви вытекло движение «Клуб настольного тенниса». Мы существуем один год, охватили 60 человек. Из этого движения вытекло еще одно – «Кукольный театр». 15 активистов за 6 месяцев повлияли на 200 человек. Это город Берлин. Да, я из Берлина. Из всего этого вытекла еще одна группа творцы истории «Фьючер Бильда». 12 активистов за 3 месяца. В течение одного года проводится домашняя группа для молодежи. Охватили 25 человек. Из различных городов Германии. Инструментом для привлечения людей мы также используем христианские дискотеки и ток-шоу по школам. Ток-шоу, которое мы проводили в школах, транслировалось в земле, в Бранденбургской земле и в Берлине. На 3 миллиона человек. По телевидению. По телевидению. Вы знаете, что такое в Германии за 3 месяца собрать… Сколько, ты сказал, активистов? 15 активистов. 12 активистов. Когда там год могут каяться в церкви один человек. Наши цели – формирование нового человека, донести здоровый образ жизни, привить здоровое мышление и здоровые действия. В планах открыть лидерскую школу. Мы ее откроем еще в этом году для этой молодежи. И планируем открыть молодежную церковь. Пастор Сандей, мы вам привезли маленький подарок от наших творцов истории из Берлина. Они не смогли приехать. Это немцы. Это название нашей группы Future Builder из Берлина. Я еще хотел вкратце рассказать о себе. Я в прошлом употреблял наркотики. 5 лет употреблял наркотики. И у меня последняя, ну, были у меня судимости. И последняя судимость у меня за принуждение к употреблению наркотиком. И у меня в Германии такой документ выдали, что мне с молодежью, с детьми вообще соприкасаться нельзя. То есть, ну, что я с ними вообще не могу общаться никак, не учить, даже не разговаривать. Как бы социально опасны для молодежи. Но сейчас я руковожу этим клубом для молодежи. Спасибо. Причем это дети, местные дети, которые, они к нам очень часто там сидят под нашим дверью. И они начали с Юлией Рейнер привлекать этих детей. И привлекли их к кукольным театром. Они начали сами писать эти дети спектакли, сценки. И через эти сценки мы, в общем-то, прививаем им божьи ценности. Они уже покаялись, они начали ходить уже на АБЦ и начали приходить уже на служение в немецкую церковь. Это большая победа, потому что именно в этой молодежи будущее этой страны. Основным направлением молодежной организации «Будущее в наших руках» является кукольный театр. Это социальный молодежный проект. Куклы, которые вы видите, являются основным персонажем нашего спектакля, через который несется добро, побеждающее зло. И как отметил пастыр Сандей вчера на открытии годовщины, что единственное оружие, уничтожающее зло, это добро. И мы пользуемся этим оружием. Через высокопрофессиональный поставленный спектакль мы несем Божьи истины и принципы и добро. Подростки нашей организации пойдут в детские дома, в детские больницы, в детские сады, на открытые детские площадки, дома престарелых по всем городам Германии. Мы выступали с этим спектаклем на открытии дома искусств нашего города, где были приглашены гости. Это более 200 неверующих человек, в том числе и мэр города. Мы верим, что у этого проекта, который делают сами подростки, есть большое будущее. Аллилуйя! Аминь! Здравствуйте, церковь. Меня зовут Дима. Я бывший наркоман. Теперь я свободный. Но вы знаете, что получить свободу – это еще не все. То есть это еще не самое главное. Но главное – это еще состояться. И поэтому церковь, посольство Божье – это место, где может состояться каждый. И для меня это огромная честь стоять здесь сегодня, на этом месте. Я бывший наркоман, но на сегодняшний день я пастырь церкви, посольства Божья в городе Люденхаузен, Германия. Слава Богу! Я хочу рассказать вам и засвидетельствовать об одном направлении, которое пастырь Наташа, как верный ученик пастыря Сандея, начала в Германии. Это домашняя группа. Домашняя группа, которая проводится сейчас в Германии, такого же формата или типа такого же формата, который пастырь Сандея проводит здесь. И в этом году, она началась год назад, эта группа. И за этот год, в этом году зарегистрировалось 50 человек на эту группу, но прошли ее 26 человек. Выстояли. Да, выстояли до конца. Да, и для меня это написали все пять лидерских, вот мне подсказывают. И для меня это честь тоже быть одним из тех, кто тоже дошел до конца. Я хочу рассказать о том, как моя жизнь вообще в корне изменилась благодаря, именно благодаря этой группе. Благодаря той группе, которую пастырь Наташа начала в Германии, в домашней группе. Я часто слышал проповеди и учения пастыря Сандея и многих проповедников здесь, посольство Божье, о том, что церковь 21 века – это церковь без стен. Это церковь, которая должна выходить за стены. Вы знаете, я слушал, 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 но как-то вот меня не прорубало. То есть я сидел в своей церкви, и у меня была только одна цель – как можно больше людей затащить в церковь. Я пытался это делать, но церковь не росла. Я был, хотя слушал эти проповеди, я был, как эти старые мехи, куда вливалось новое вино и мехи, они просто не выдерживали. Но благодаря этой группе, вы знаете, пастырь Наташа, что она сделала? То есть через учения, через проповеди, через домашние задания, которые она задает нам, это, ну, вы знаете, это выбивает из зоны комфорта. И я на сегодняшний день могу сказать, что я это новые мехи, куда может вливаться это молодое, новое вино. И благодаря этой домашней группе за год, я говорю сейчас о себе, что как я изменился, как изменилась моя церковь, что за один только год мы вошли, мы вошли в молодежный центр, за один год мы вошли в семь домов престарелых. Слава Богу! Это, я понимаю, что, может быть, для вас это не свидетельство, но для человека или для тех церквей, если бы вы были в Германии, вы бы поняли, там церкви, знаете, как в Средневековье, да, люди сидят по церквям, пастыря, лидеры, да, но за этот год, как я уже говорил, за этот год мы вошли в семь домов престарелых. Потом мы вошли в телевидение, в телевидение, местное телевидение. Вы знаете, для меня это огромное свидетельство тоже, и слава Богу, что нас показывали по местному телевизору, и мы через это прикоснулись к четверти миллиона человек. И на этой передаче или на этом ролике говорилось о том, то есть показывали нас, показывали работу, которую мы проводим. Мы также зашли в дома для бездомных, и местное немецкое телевидение, оно снимало все это. Вы знаете, там нельзя входить в дома, там нужны особые разрешения. Это все очень сложно, это Германия. И Дима, когда он начал посещать домашнюю группу, буквально через короткое время, что ты сказал? А у тебя как будто бы... Пелена, как будто пелена просто. Я помню, когда я рассказывал об этом, мне пастор Наташа сказала, Дима, это пробуждение. Я действительно, я себя так и чувствовал, как будто я проснулся просто. Как будто я был в спячке в какой-то, знаете, преследовал свои какие-то эгоистические цели. А теперь я проснулся, что надо выходить, надо выходить к людям, надо идти туда, где они нас ждут. Не тащите в церковь, не ждать, пока они придут к нам в церковь, а идти к ним, идти к наркоманам, идти в эти дома для бездомных, идти в эти дома для престарелых. И вы знаете, и нас, когда телевидение снимало, потому что для многих из нас, я не знаю, как здесь в Украине, но в Германии, знаете, мы переживали, думали, как мы пойдем в телевидение, это же стоит деньги. Там показать минута-две, это же стоят большие деньги. Нас показали бесплатно. То есть полностью, полностью засняли этот ролик профессионально. И нас поставили этот ролик о нашей работе, о работе нашей церкви, этот ролик поставили в самое идеальное время, во время вечерних новостей. То есть это тогда, когда самое много людей смотрят телевизор. Поэтому, слава Богу, я благодарю Бога, я благодарю Бога вообще за церковь, посольство Божие, за пасторя Сандея. И за то, за пасторя Сандея, что он способен был принять это ведение от Бога, это откровение реформации. Потому что это тоже нужна смелость, нужно мужество для этого. И огромное спасибо пасторе Наташе за то, что она выбивает нас из зоны комфорта, за то, что она действительно заставляет нас, ну, не жить для себя, а жить для людей, жить для Германии. Амин. Спасибо, Нила. Здравствуйте, дорогая церковь. Хочу поздравить вас с совершеннолетием. И также представить работу пресс-центра Германии и Европы. Церковь 21 века также ставит ударение на том, что пришло время использовать современную технику коммуникации для общения с людьми. Не только внутри церкви, но и за ее стенами. Пресс-центр использует такие инструменты для коммуникации, как первое, через интернет. Мы создали 12 сайтов с общим влиянием через дополнительное общение, через социальные сети связи, в которых было оказано влияние на более чем 593 112 человек. Второй инструмент, которым мы пользуемся, это видеосъемки и распродажа с проведенных акций, семинаров с обучающей информацией, лидерских школ и так далее. Третий инструмент, это выставление живых свидетельств через YouTube и размещение в социальных сетях. Привлекло за прошедший год более 387 тысяч посетителей. Четвертое, это налажена совместная работа с местными издательствами газет по размещению статей, а также сотрудничает с нами и позволяет нам пользоваться возможностью бесплатного размещения объявлений о предстоящих акциях нашей общественной организации, церкви и всех наших движений. Пятое, это выпуск газеты «Собственное издательство» со свидетельствами извиненных судеб через познание Бога. На сегодняшний день мы выпустили 20 газет, 20 тиражей, общее количество 300 тысяч, как на русском, так и на немецком языке. Шестое, для размещения информации о предстоящих акциях и прошедших, мы нашли возможность использовать предлагающий абсолютно бесплатный сервис на городском портале для размещения статей и объявления в календаре мероприятий городского масштаба и через подобный сервис газетных издательств в электронном виде. В этом году мы запустили новый проект выпуска общего европейского журнала. Цель – объединить все церкви, все общественные организации, все движения и социальные работы в одно. Пресс-центр освещает абсолютно все движения церкви, посольства Божьего и привлекает совместные работы абсолютно каждого члена церкви, движения, а также за ее стенами. Пришло время заявить о себе, и так как на мировом рынке все предприятия с 18-летним стажем считаются, как с этими предприятиями можно иметь дело. И нам также 18 лет, и с нами еще как можно иметь дело. И нет коммуникации без коммуникации. Наш девиз – о нас должны узнать все, нас должны знать все. Я коротко также хочу сказать, я не представилась, меня зовут Ольга Кофинг. Я три года назад была еще в зависимости, на сегодняшний день я освободилась от 21-летнего стажа алкогольной зависимости. Меня хотели забрать детей, решить материнство, уже приходили домой с сумками. Я два раза лишила водительских прав по причине алкогольной зависимости. На сегодняшний день я свободна, я являюсь лидером, руководителем пресс-центра. Я на втором курсе в академии по рекламе и маркетингу. И служу в церкви, и служу Богу. Молодец, Оля, спасибо, дорогая. Добрый вечер, церковь, меня зовут Вадим. Я в прошлом тоже бывший наркоман. Сегодня уже 8 лет, как я не употребляю наркотики. И на сегодняшний день я являюсь пастором в городе Берлин. Я бы хотел рассказать о проделанной работе через бизнес. Мы занимаемся массажными кроватями, и в течение трех лет мы системно каждый день повлияли на 14 600 человек, из которых около пяти тысяч покаялось. Столько же прошло программы, прочитали книги. Мы работали тесно, и система с этими людьми. И за счет этого родилось две церкви в Берлине, русская и немецкая. Но на данный момент мы сейчас начали работать по-новому. Мы стали использовать эти кровати как ручаг для привлечения людей, для монотека, для экономической структуры. Спасибо. Спасибо, Ваня. Добрый вечер еще раз с праздником. Меня зовут Огнева Вера. И я являюсь продуктом работы Бога надо мной и моего пастора Наташи. Потому что еще совсем недавно я была человеком из толпы, серой массой. Я работала уборщицей и сидела себе тихонечко и думала, что я хорошо живу. Но попав в руки пастора Наташи, у меня все абсолютно изменилось. Я теперь пастор церкви. Я являюсь руководителем общественной организации Европейский Центр Успех. Я являюсь социальным предпринимателем. И именно эту работу я сегодня хочу вам представить. Когда я услышала о том, что пастор Сандей сказал, что нам необходимо начать экономическую структуру, то я, как послушный ученик пастора Наташи и пастора Сандея, сказала «да». Хотя я никогда не была связана с бизнесом. В прошлом я 24 года страдала алкоголизмом, была зависимой, Бог меня освободил. И бизнес для меня была вообще абсолютно чуждая сфера. Но начав трудиться в этой сфере, вот мы начали с 1 декабря 2011 года. То есть всего за 4 месяца мы сделали уже около 70 презентаций, которые мы делаем на высочайшем профессиональном уровне, потому что мы подготовлены ретритами лидерскими, домашней группой. И через эти презентации прошло уже 582 человека. 111 из них неверующие, 42 человека из них встали в структуру. И в настоящее время я являюсь уже национальным директором в этой структуре, у которой находится в подчинении 155 человек. Не каждый может похвастаться, что он является руководителем 155 работников. И это говорит о том, что мы сейчас уже кормим детей благодаря этому социальному предпринимательству. И 150 детей находятся на ежедневном обеспечении. Я также хочу сказать, что за 4 месяца всего у нас уже поднялось 4 региональных директора. И 4 в самое ближайшее время сейчас уже подтверждают свою квалификацию. 6 человек уже получили от фирмы «Благодарность». Вот такие вот айпэды. Это за хорошую работу, быструю работу. И в Европе я самая первая получила такую премию. И несмотря на то, что эта фирма работает на рынке Германии уже 6 лет, и в настоящее время у нас еще 4 человека готовятся получать такие призы. Вы знаете, когда я услышала фразу пастора Сандея о том, что откровение об экономической структуре он считает таким же сильным, как откровение... Важным. Важным. Как откровение об открытии посольства Божия, я поняла, что это действительно новое движение, новое посольство Божие, которое будет считать бизнес своим служением и через финансы будет продвигать Царство Божие. И я очень благодарна вам, пастор Наташа, за ту реформацию, которую вы произвели с моей жизнью. Потому что реформация вообще всей страны начинается с реформации одного человека. И это я. Я беру вызов написать книгу от уборщицы до президента. До президента компании. До президента компании, да. Вот такая у нас компания. Пастор, они все вошли в структуру, все. Потому что они поняли, что экономическая организация – это потрясающий инструмент, через который можно достигать людей. За четыре месяца. Мы сколько, ты сказала, мы сделали, сколько неверующих прослушали? 111 человек. 111 человек. То есть горячего контакта. Они оставляют свои телефоны. Они приходят к нам на презентацию. И уже 46 из них вошли в структуру. И слушают нас, раскрыв рот. Вот так вот. А мы им говорим о Боге. А потом даем им первые шаги с Иисусом. Книги пастора Сандея. Делаем опросы. Какие у них проблемы? А вот, пожалуйста, у вас в семье проблема? Пожалуйста, райский климат в семье. Вот те книги, которые переведены на немецкий язык. Потому что в основном туда входят немцы почему-то. Немцы как-то быстро принимают. И я вижу особую благодать на этом новом инструменте. Вы понимаете? 40, это почти 50 человек. Это только сейчас данные. Пока мы здесь, там уже подключается несколько человек. Просто это растет в геометрической прогрессии. И мы поставили цель до конца, до октября месяца 600 человек. 600 человек, чтобы вошли в экономическую структуру там у нас в Германии. Только по нашей ветке. И это совершенно реально. Абсолютно реально. И я вижу, что просто... Это гениальная просто мысль у Бога, которую принял наш гениальный пастор. Давайте воздадим Богу славу. Может быть, вам трудно это понять, но я уже сказала, это может каяться один раз в год человек. Понимаете? Для того, чтобы привлечь этого человека. Для того, чтобы он оставил свои данные. Это просто невероятно. Люди сами охотно идут, слушают, потому что они, немцы, хотят состояться. Они находятся в депрессии. Они сидят на социале. У них нет будущего. У них вырождается нация. И это как соломинка просто. Они так к нам не шли. А сейчас они идут к нам валом. И каждый раз, два раза в неделю у нас презентации на системе. И каждый раз приходят новые люди. И это так приятно, когда ты можешь доносить им Божьи принципы. И еще и предлагать им помощь. И еще и помочь ему состояться. Это просто потрясающе. Да еще и стать ответом, решением на любую их проблему. На любую, начиная от финансового, из-за которого они приходят. И кончая любой социальной проблемой. Семья, наркомания и так далее. Причем мы можем достигать любых людей. Всех национальностей. Турки, те же самые свидетели Иеговы, мормоны. Кто хочешь, к нам приходят в эту структуру. И мы их переквашиваем. Слава Богу! Пастор. Вот такой вот маленький отчет. Это, конечно, цветочки. Это еще не плоды. Это маленькие, может быть, даже почечки еще. Даже не знаю. Пастор. Я, в общем-то, стеснялась и не хотела этого делать сегодня. Я хотела вам просто написать. Но вот то, что они такие молодцы, вышли с этим штурмалом, и этот флаг изображал лодку, натолкнуло меня все-таки на то, что это от Бога то, что я хочу сейчас сделать. Я не поэт. Но я написала поздравление Проводбережки и написала поздравление в психотворной форме вам. Вот, пожалуйста, не смейтесь надо мной. Я не поэт, но это от всего сердца. Любимый мой пастор Сандей, сегодня у вас юбилей. Чего я хотела бы вам пожелать? Естественно, Богу весь мир покорять, пройти все невзгоды пути, с достоинством выйти и пажить найти, чтоб мозги к ногам вашим пали и лаять вовек перестали. Иисусу Христу продолжать подражать, и жизненный вызов легко принимать. Желаю любви от Бога Отца, пусть радость и мудрость вас ждут у крыльца. При звании высшим остаться мужчиной, прославить Иисуса до самой кончины. Дорогой мой пастор Сандей, вас постигла участь великих людей. Возле вас мы становимся духом сильней. Вы вселяете веру в победу незримо, формируя в нас личность, разминая как глину. Покоряя пучины, как броды, вместе с вами проходим невзгоды. Ваши новшества и ретриты куют духовных эрудитов. Вы закаляете нас, как сталь, чтобы наш характер твердым стал. Извлекая из каждого потенциал, поднимаете личности и интеллектуалов. Новая армия христиан, посольство Божье, Божий план. Новое посольство благословенного Царства Божьего набирает обороты, чтобы войти в его ворота. Высшее образование, докторские диссертации стали христианскими инновациями, закрутились в караселях наук бывшие наркоманы, стремясь попасть в высший круг. Спасибо вам, пастор Сандей, за любовь и духовных детей, за то, что побеждаете мглу. Вы высших клеветей лжепророков. Вы победили сатану. Суды для вас просто забота. Выходите на них, как на работу. Сами, проходя долиной ненастья, вы отыскиваете в ней для других счастья. Ваши сыновья – это стрелы, и как мудрый стрелок вы направляете их во все сферы. Наше общество обречено, будет спасено оно. Ваши глаза излучают свет. Многие люди нашли в них ответ. Ваши ценности – Бог и любовь. Иисус за вас не зря пролил кровь. Посольство благословенного Царства Божьего как ледокол покоряет все новое. Стремясь пройти океаны успеха, стоит у штурвала апостол Сандей, великий реформатор 21 века, пастор Сандей. Вы – крепкий титан, человек мощного духа. Исполин талантов, генерал. Вам не страшны недуги. Вы – стоек, стоящий на страже невзгод, лицом принимающий вызов. Вы – мудрый стратег, из любых проблем всегда находящий выход. Вы – судеб кузнец, вы – духовный отец, кующий наши жизни. Накрыт для вас стол, где небесный отец для вас приготовил чудесный венец. Я опишу вам эту оду от посольского народа и снимаю свою шляпу, потому что вы – мой папа. С годовщиной поздравляю и с любовью обнимаю. И еще, пожалуйста, мы хотим вручить вам этот штурвал как капитану корабля, ледокола, посольства Божьего, который проходит сквозь все льды, все океаны, стремясь к тому успеху, который указал вам Бог. Спасибо вам, пастор. Вы – настоящий капитан. Вы – адмирал. Пастор. Пастор. АПЛОДИСМЕНТЫ Вообще, это пивная кружка, но она наполнена, может быть, новым вином духовным последнего времени. И вы из нее можете смело пить чай. Здесь обозначены флаги всех земель, 16 земель Германии. АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, что те, которые остались сегодня вечером, не спешили домой, вы не жалеете, что вы остались. Это потрясающий пример труда и труженика на Ниве Божьей. На Ниве Божьей. Когда я там сидел, у меня другие картины перед глазами. Я вижу вас, как вы даете отсчет, именно четко, по-генеральски. И я вижу, что это, наверное, сорганизовала пастор Наташа, по крайней мере, вас научила. Я думаю, как подлинный, и Дух Святой мне говорит, как подлинный генерал. И я понял, Духа, что она так и будет, ее буду знать, как генерал Сосва Божьего. АПЛОДИСМЕНТЫ Есть книги Божьих генералов. АПЛОДИСМЕНТЫ Это первое. Второе. Пока я там сидел, я слышу эти все отсчеты. И я представляю себе небо. Сейчас вы даете здесь отсчет. Я сижу. Однажды вы будете сидеть, и небо будет прокручивать. Эти все спасенные жизни. Совершенные подвиги. Бог небо будет прокручивать, и вы будете смотреть и удивляться. Неужели мы это сделали? Это для нас все это будет. И тогда, в конце, Иисус станет и скажет, вы там на земле не прогуляли жизнь, не затрашивали судьбу. Вы там на земле поняли, зачем нужно было жить. Вы там на земле лежили для себя. Вы там на земле пахали. И здесь вы будете восславить. Всегда. Адин шаловек, как из вас сказал, за эти годы 300 тысяч человек, для кого-то, через культуру образования Иисуса, 300 тысяч человек, многие калийс приняли Иисуса, и я вижу небо. Я вижу те, кого мы никогда не увидим здесь на земле. Я вижу те, о обосчетах, которые мы не услышали и никогда не услышим, но которые небо фиксируют. Я вижу те, что мы не увидим, что я могу не услышать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Вы знаете, у нас был апостольский пост Он был в шоке от того, что мы как бы это не поняли Потому что вся тема апостольского поста, в общем-то, была об этом И меня это натонкнуло просто, что точно так же вот Иисус, знаете, когда Он задал своим ученикам вопрос А как Вы, за кого Вы почитаете Меня? Я получила просто потрясающее откровение, которое вытекает из Вашего объяснения тогда Пастор сказал, что я вот так же, как я читаю Библию, вот точно так же, когда я читаю Библию, ищу, в чем я хочу измениться, точно так же, глядя на каждого человека, я ищу, в чем, что я могу в нем найти, чтобы это повлияло на меня, и я мог что-то изменить в своей жизни И вы знаете, Иисус задал ученикам вопрос, за кого Вы почитаете Меня? И, пастор, я поняла, что Вы читаете людей как книгу Потому что мы письмо Христово Даже слово корень, читать, почитаете Вы читаете людей как книгу И я подумала о том, что те люди, которые хотят достигнуть какого-то успеха в нашей церкви По сути дела, Вам просто надо читать пастора Сандея Он каждый день здесь с Вами Вы каждый день можете находиться возле Него, приезжать к Нему домой, приходить на служение, звонить Ему Вы можете ходить на домашние группы, на ретриты И просто брать и читать этого человека так же, как мы читаем Библию И это откровение, оно просто взорвало меня Я теперь сижу, иду, разговариваю И я пытаюсь читать каждого человека Очень важно научиться читать каждого человека как книгу Ты можешь ехать или на машине И, как я когда-то видела этих проституток И можно подумать в этот момент, прочитать Ой, как она докатилась до этой жизни А можно прочитать, Боже мой, чем мне ей помочь, чтобы ее жизнь изменилась Потому что ее изменения, это и мои изменения в жизни Можно, глядя на этих людей, на наркоманов, тоже смотреть и думать Ну, хорошо, что они получили освобождение, но их нужно читать Вот эти вот все ребята, которые пришли, кто-то читал их, чтобы привезти сюда Кто-то читал, чтобы они стали успешными И этот кто-то, это пастор Сандей Он читает каждого человека как Библию, как Слово И это Слово становится плотью в нас и в нем Спасибо вам, пастор Сандей Теперь я тоже читаю каждого человека как Слово Божие Я всю жизнь читала вас Еще, что я поняла на этом посту Большая тема была об отцовстве и сыновстве Вы знаете, у меня как бы этот вопрос никогда не стоял по отношению к вам Я всегда воспринимала как своего духовного отца Но именно на апостольском посту я поняла это намного глубже Я воспитывалась без папы Папа сидел в тюрьме 10 лет Я рано выскочила замуж С 11 лет я начала влюбляться Я всегда искала, кого бы мне любить Не чтобы меня любили, а мне кого бы любить Я развелась быстро с мужем Потом опять выскочила замуж Опять развелась И на этом моя история с мужчинами не закончилась Постоянно я искала каких-то мужчин, чтобы их любить И не находила этой любви Находила только унижения и страдания И вдруг я встречаюсь с пастором Сандей Ухожу ровно через три недели от своего любовника И живу только тем, утром просыпаясь, звоню пастору А он не был пастором, он был молодым человеком Я даже не знала, кто он Я думала, кто он такой? Проповедник Откуда он приехал? Как он живет? И я не задавала даже этих вопросов Правда же? Мне было с ним хорошо Я звонила ему с утра, мы договаривались о встрече Я ходила с ним, радовалась с ним Он иногда встречался с иностранцами Говорил на английском языке А я сидела счастливая, как ребенок, которого папа взял в гости И не оставил дома Я так радовалась каждой минуте с ним Я за ним наблюдала, думаю, ну что за мальчик? Ну что за парень такой? Ну одна улыбка чего стоит? Ходила за ним по пятам И я вас считала, оказывается Но я не об этом сейчас И я поняла, как только я его встретила Я перестала думать о мужиках И я думала, это благодать от Бога Что это какая-то особенная благодать Потому что много женщин в нашей церкви Страдает от одиночества И не только в нашей церкви В христианстве вообще Боятся не выйти замуж А я думала, это благодать у меня Благодать Оказывается, это не благодать Я всю жизнь искала ни мужей И ни любовников Я искала отца Я искала отца Я вас считала только духовным отцом Но вы мне заменили моего физического отца Хотя я вам горжусь в матери Спасибо вам, мой любимый пастор Спасибо Вы мой папа Настоящий мой папа И я горжусь вами Я бы даже фамилию поменяла на Аделаджа Сандеевна Сандеевна Наталья Сандеевна И я хочу еще вернуться на Украину Я думаю, что я еще успею Меня очень беспокоит Что здесь нет Настоящего движения Родственников Наркоманов Алкоголиков Зависимых людей Были группы Которые я когда-то вела Где-то по 300 По 500 человек приходили И сейчас это как бы все остановилось Но это неправильно Родители должны понять Какой вообще властью и влиянием они обладают И над своими детьми И в стране Вы представляете, мамы объединятся Я уже вижу В каждой области В каждом районном центре В каждом селе Должно быть такое движение Чтобы мамы восстали Против метадоновой программы Против того, что платное лечение гепатитов ВИЧ Мы бы меняли эти законы Чтобы в каждой школе Была проферактика По программе Путь к свободе против наркомании И я думаю, что это возможно Если Бог даст мне силы, пастор Я это обязательно здесь закручу Или пусть кто-нибудь примет вызов Я счастлив Быть в такой команде И быть счастлив Такого народа Есть народ Которого Которого Господь Которого Есть Бог Я рад Что я счастлив Этого народа Даже если бы я не был пастор Сандэ В этой серфе Если бы я был только прикожарен Или бы просто В группе порядка Или бы просто Был бы уборщицей В этом доме Я все равно Был бы счастлив Уникальное место Уникальное благодать Неба 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 Улибнулась нам Неба Улибнулась нам Чем я вас поздравляю Спасибо Пастор Наташа Я присоединяюсь Ко всем поздравлениям Мы вас любим И хочу поздравить вас Тоже с этой годовщины Спасибо пастор Я с вами Пастор Наталья Мы благодарны вам За вдохновляющий пример Почитания Отца Мы Я думаю Что все присоединяются К моим словам Мы благодарны Вам за все Спасибо большое И наш скромный Большое спасибо Немецкой команде Десять утра завтра Светимся Газбогом Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому